Пока все адаптируются к очередному обновлению в игре, мы как всегда затестим новые ларцы. И ввиду того, что все предыдущие ларцы окупались, я смог накопить достаточно средств, чтобы в этот раз открыть уже не традиционные 150 штук, а сразу 1000. Заодно таким образом влияние рандома сводится к минимуму и можно узнать более-менее реальные шансы падения различного лута из этих ларцов. Также проверим еще один момент, можно ли таким образом заработать на этих ларцах. То есть купить на аукционе жетоны, активировать их, за эти кристаллы купить ларцы, распаковать и посмотреть, хватит ли стоимости выпавшего лута, чтобы отбить все затраты и выйти в плюс. В прошлые разы я считал по-другому, я просто сравнивал, как выгоднее переводить кристаллы в золото через ларцы, либо через жетоны. Итак, поехали! Мда, аж 8 коней выпало, 5 белых и 3 черных. Помимо этого, 12 мощных каталов, 7 сверкающих сфер оружейника, 64 штуки бронника и 6 годальных рун. Итого, если считать без петов, то со всего лута выходит 310 тысяч голды. Если продавать петов по 20 тысяч голды, то еще сверху 160 тысяч голды. Ну и персонального лута в виде кирок и сферы немага еще где-то на 20-ку. Всего в сумме получается 490 тысяч голды общий доход. Но, правда, месяцок придется подождать, чтобы продать все по нормальным ценам. Цены на все я брал среднюю за неделю с округлением в меньшую сторону, так что если не спешить, постараться, то можно выручить и побольше. Причем даже если петы упадут в цене где-то от 1000 до 10 за штуку, я все равно буду в плюсе. На 1000 ларцов ушло почти 37 тысяч кристаллов, это 246 жетонов. Купив их на аукционе, я бы потратил 413 тысяч голды. Ну а лута нападала почти на 500, то есть чистый доход получается около 80 тысяч голды. Но может это просто мне так повезло, ведь в процессе открытия был такой момент, когда на протяжении около 300 ларцов подряд вообще не падало никакого топового лута. Именно поэтому оценивать вероятность выпадения чего-либо лучше всего на больших количествах. Ну вот как-то так. Весь лут я планирую продавать, сумма все-таки приличная и распылять на ветер не хотелось бы, так что не просите, ничего не подарю, я жмот. А на этом все, спасибо за просмотр, всем пока.